Золотой финал между командами-лидерами «Мебельщик» и ЛФК «Лесногородец» стартовал в 2 часа дня. К этому времени подтянулось очень много любителей футбола. Поболеть за лучшие команды приехали из разных уголков Подмосковья. Десятый юбилейный турнир ветеранов боевого братства, такой организации ветеранов, то есть по дворому футболу среди мужских команд. В итоге заявилось 10 команд. Сегодня мы с вами уже подошли к финалу. У нас финальный матч, матч за третье место, мы определяем наших победителей. Четверка сильнейших команд в финале будет встречаться команда «Мебельщик» и команда из лесного городка «Лесногородец». А бронзовый матч уже сыграли, команда «Одинцованного переделкина» взяла третье место. Именно эти команды выглядели особенно уверенно по ходу турнира. Обе вышли с первых мест в своих подгруппах, демонстрируя хорошую игру во всех матчах. Уровень игроков самый различный – от новичков до профессионалов. Некоторые из футболистов участвуют в турнире боевого братства уже в десятый раз. В этом турнире я десятый раз и принимаю в каждом турнире, играл. Неоднократно его выигрывал, становился лучшим бомбардиром. И сегодня нас ждет очередной финал с командой «Лесногородец». Это была борьба достойных соперников. Лесногородцы уверенно держали защиту, что помогло им не пропустить ни одного гола в свои ворота. Итоговый счет золотого финала 4-0 в пользу команды ЛФК «Лесногородец». Вот и наступил тот момент, конец юбилейного 10-го турнира по дворовому футболу. Когда мы начинали 10 лет назад, не знали, что из этого получится. Просто была идея. И вы видите, она воплотилась в жизнь. После финального матча состоялось торжественное награждение победителей и призеров турнира. Среди которых и совсем молодая команда юношей 14-15 лет. Они заняли первое место в своей подгруппе. Ну а вот и заветный кубок и ликование победителей. Впервые за 10-летнюю историю турнира «Боевого братства» организаторы подготовили особую женскую номинацию «Королевы футбола-2018». Голосование за участниц проходило в социальных сетях, где уверенную победу одержала очаровательная Екатерина. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».